Согласно федеральному закону номер 210, органы исполнительной власти должны предоставлять услуги гражданам, не требуя справок и документов, которые находятся в распоряжении других ведомств. Для этого в Чувашии была создана система межведомственного электронного документа оборота. Насколько эффективно она работает, сегодня говорили на женедельном совещании у главы Чувашии. Электронный документ оборот позволил оптимизировать и ускорить процесс предоставления услуг. Сегодня в Чувашии предоставляются 96 услуг, из них 62 государственных и 34 муниципальных. В 2014 году за получением услуг электронного международного взаимодействия обратился 177 541 гражданин. Из них по государственным услугам около 65%, 35,5% муниципальные. И запросов всего было направлено 85 877. Из них через СМЕФ 80 406 запросов. Чисто через СМЕФ. Получается, по республике доля с использованием СМЕФ за 2014 год составляет 93,7%. Конечно, бумажный документ оборот все еще остается актуальным. В основном это связано с тем, что районы Чувашии недостаточно покрыты высокоскрасным интернетом. По этой причине в системе бывают сбои. Но работа над решением проблемы уже ведется. Нам нужно элементарно, чтобы в сельском месте гарантия интернета были 100%. Это мы в вашем послании услышали. Поэтому до 2018 года мы по дорожной карте сейчас участвуем наших разных систем и готовим. На данный момент есть полный договоренность, что в текущем году, в 2015 году мы заключаем договор с Ростелекомом Волга на Комсомольский район. Самим органам местного самоуправления четко надо понимать, откуда маршрут прокладывания коммуникаций пойдет. Там и частники будут, там еще что-то, чтобы это не привело к удорожанию стоимости. Электронные сервисы активно использует и пенсионный фонд. Теперь каждый желающий может ознакомиться со своими начислениями в личном кабинете на портале госуслуг. Кстати, пенсия теперь рассчитывается по новой формуле. Страховая часть устанавливается при страховом стаже не менее 15 лет, вместо 5, как раньше. И при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. Пенсионный коэффициент определяется будет за каждый год, чтобы каждому гражданину можно было отследить. Максимальный размер индивидуального коэффициента за год может формироваться до 10. До 10. Вообще определяется индивидуальный пенсионный коэффициент отношением начисленных страховых взносов заработной платы работника на страховые взносы, на численность предельной суммы заработной платы, на которую начисляется страховой взнос. Размер страховой пенсии рассчитывается путем умножения всех годовых коэффициентов на стоимость пенсионного коэффициента. Стоимость пенсионного коэффициента на 1 января, определенность января, в размере 64 рубля 10 копеек. Эти нормы будут вводиться постепенно, в течение 10 лет. Анастасия Алексеева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.